КОВСЕМ, КТО ИЩЕТ СЧАСТЬЯ ХОЧЕТ СМЕЯТЬСЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦЕ ХОЧЕТ РАДОВАТЬСЯ И ХОЧЕТ СПОКОЙНО ЖИТЬ В ЭТОЙ ДУНИИ Я обращаюсь ко всем, кто ищет счастье И мы те, кто ищет счастье Существует истинное счастье О, Аллах, даруй нам его Так же, как существует воображаемое счастье По пятам которого идет человек Но потом внезапно обнаруживает, что это был всего лишь мираж Он следует за ним, как тень Но так и не достигает его, пока не оказывается во тьме Что касается истинного счастья То Аллах показал к нему путь А наш пророк, саляллаху алейхи вассалям Тот, кто начертил к нему дорогу И тот, кто последует руководству Аллаха И руководству посланника Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Найдет для себя счастье Даже если у него не будет никаких явных поводов быть счастливым Если он беден, Аллах сделает его счастливым Если он болен, Аллах сделает его счастливым Если он сидит в тюрьме, Аллах сделает его счастливым Если он в изгнании из Китается, Аллах сделает его счастливым Если общество его отвергает, Аллах также осчастливит его Между познавшим путь истинного счастья и самим счастьем не может встать ни одна материальная причина Аллах говорит нам, разъясняя путь этого счастья Аллах говорит О Аллах, мы хотим безопасности Безопасности в сердце Душевного спокойствия Экономической безопасности Спокойствия жизни Спокойствия в доме Безопасности в твоей стране Личной безопасности Безопасности от шайтана Безопасности от его наущений Безопасности от врагов Разве мы не хотим безопасность? Безопасность это счастье Хорошо, как же нам ее достичь? Аллах не поместил это счастье И эту безопасность во что-либо мирское Короли боятся Правители боятся Министры переживают Сильные мира всего тоже боятся, но люди веры, по повелению Аллаха, обретают безопасность. Фараон боялся, а Муса был спокоен. Таким образом, связь с Аллахом является причиной безопасности и спокойствия. Только они. Безопасность. Для кого? Введение прямым путем. Кому это суждено? Прибытие к Аллаху. Для кого? Для верующих людей. Так что счастье может быть только с Аллахом. Счастье может быть только через Аллаха. Счастье может быть только таким путем, какой пожелал Аллах, ауаззаваджаль. О юноше ислама! Нет счастья в любовных стихах или флирте. О девушке ислама! Нет счастья в снятии хиджаба. О юноше ислама! Нет счастья в фильмах. О умма Мухаммада! Нет счастья в музыке и песнях. Нет счастья в высоких постах и богатстве. Нет счастья в накапливании приходящих мирских благ. Нет счастья в том, чтобы общаться с знаменитыми людьми. Нет счастья в том, чтобы кто-то из нас находился в здравии и благополучии. Воистину счастье может быть только вместе с Аллахом, ауаззаваджаль. Их сердца обращены только к Аллаху. И было бы несправедливостью и ширком, если бы они смотрели на кого-то помимо Аллаха. Аллах разъяснил нам причины счастья. Это вера, привязанность к Аллаху, связь с Аллахом, стремление к Аллаху, мысли об Аллахе. Аллах, ауаззаваджаль говорит, клянусь Аллахом, он выполнит свое обещание. Безопасность кроется в вере и благих деяниях. Мы просим Аллаха даровать нам безопасность. Не безопасность в торговле или экономике, а душевную безопасность. Безопасность в сердце, за счет которой мы ощутим покой. Даже если видимых причин для счастья у нас нет. Аллах, субханнаху ата'аля, говорит. Счастливой жизнью, спокойной жизнью, жизнью в безопасности, жизнью без переживаний, без забот, без огорчений. Это сказал Аллах. И он потребовал от нас только веру и благие дела. Это вовсе не так, как говорят психиатры. Прими эти таблетки. Выпей этот порошок. Езжай в такую-то страну. Аллах говорит тебе, никуда не езжай. Не принимай эти таблетки. Просто привяжи ко мне свое сердце. Иди ко мне. Займи свой разум мыслями о моей божественности и о моем господстве. И ты увидишь счастье в своем сердце, душе, разуме, мыслях, теле, семье, мирской жизни и в своем ахирате. Аллах, субханнаху ата'аля, сказал. И внимательно послушайте этот аят. Мы повторяем его вновь и вновь, чтобы ты увидел, какое будет воздаяние в дуне и в ахирате. Даже если у него нет хорошей работы. Даже если он сидит в тюрьме. Даже если его жена и дети только что умерли. Даже если все его деньги пропали в мгновение ока. Даже если его постигла неизлечимая болезнь. Даже если он услышал какую-то весть, которая делает ему больно и заставляет страдать сердце. Но Аллах говорит с высоты небес. С его президентом. С его женой. С его семьей. В его доме. В его обществе. Кто это сказал? Аллах. И кто более правдив, чем Аллах? Чья речь правдивее? Речи Аллаха. Аллах пообещал. И Аллах не нарушает своих обещаний. Это в Дуньи. А что будет в Ахирате? Аллах, аз-за-ваджаль, посмотрит на лучшие дела, которые ты совершил в Дуньи. И в соответствии с ними дарует тебе степень в раю. О Аллах, воистину мы просим тебя о твоей милости. Даруй нам счастье в этой Дуньи и в Ахирате. Бедняки этого мира покинули Дунью, так и не попробовав лучшего из того, что было в ней. Мы решили, что счастье в постах и должностях. Но сегодня эти люди, занимающие такие хорошие должности, вдруг совершают суицид. Мы думали, что счастье в деньгах. Но сейчас эти богатые люди бросаются вниз с высоких зданий. Мы думали, что счастье во флирте, приставание к девушкам и возлюбленным, чтобы девушка смотрела на своего возлюбленного, чтобы они перезванивались. Мы думали, что за всем этим кроется счастье. Но сейчас они мучаются. И как пишут на заборах, любовь это наказание. Любовь это наказание. Да, Аллах наказал их за эту запретную страсть. Того, кто полюбил кого-то не ради Аллаха, Аллах накажет через его любимого человека. А того, кто полюбит Аллаха, Аллах осчастливит. Кто полюбит создание ради Аллаха, Аллах осчастливит его этой любовью. Когда человек любит другого, только исключительно ради Аллаха. Что же касается того влюбленного, который полюбил после какого-то взгляда, и той влюбленной, которая привязалась к кому-то посредством слова, голоса, шепота, послания или звонка. Пусть они знают, что они достигли временной радости, за которой последует постоянное и непрекращающееся несчастье. Но счастье бывает только с Аллахом и тем, что приносит довольство Аллаха. Кто Господь счастье? Кто Владыка счастья? Кто Управитель счастья? Кто тот, кто дает счастье? Кто распределяет счастье? Разве это не Аллах? Может ли Он дать счастье тому, кто разгневал его? Может ли Он дать его тому, кто отвернулся от него? Тому, кто приступил границы? Тому, кто желает чинить разврат на его земле? Он дает его только тем, кого он любит. Он дает его только своим аулия. Он дает его только тем, кто хотел его. И Он хочет только тех, кто хочет его. Кто желает Аллаха, того желает Аллах. А о том, кто отвернулся от Аллаха, пророк, на благословит его Аллах и приветствует, сказал, что касается третьего, то он отвернулся. И Аллах отвернулся от него, аззаваджаль. О, Аллах, не отворачивайся от нас никогда. Любимые и уважаемые мои братья, Аллах, субханаху ватааля, поместил все эти причины счастья в вопросы религии и в отношения с Господом миров. Аллах, аззаваджаль, справедлив. И по своей справедливости Он не сделал счастье в путешествиях. Если бы счастье было в путешествиях, бедняки бы погибли. Если бы счастье было в богатстве, бедняки бы погибли. Если бы счастье было в лекарствах, которые продаются в больницах и аптеках, бедняки бы погибли. Откуда бы они их взяли? Но по своей справедливости Аллах сделал счастье бесплатным, без денег. Сделал его крайне простым. К нему может прийти и богач, и бедняк. Его может достичь и король, и раб. Его может ощутить мужчина в лесах, среди деревьев, и женщина, постоянно сидящая у себя в комнате. Все они могут получить счастье, потому что оно кроется в отношениях с Господом счастья. Поэтому, уважаемые братья, Аллах связал счастье со знанием о нем. Счастье может почувствовать лишь тот, кто познал Аллаха. Тот, кто узнает, что Аллах способен на всякую вещь, будет счастлив. Кто узнает, что Аллах Всевышний Владыка, будет счастлив. Кто узнает, что Аллах Управитель всего, тот будет счастлив. Тот, кто узнает, что Аллах исполняет нужды и просьбы, тот будет счастлив. Тот, кто узнает, что все в руках Аллаха, будет счастлив. И тот, кто узнает, что все решения полностью принадлежат Аллаху, будет счастлив. Что же касается того, кто перейдет дальше и будет смотреть на творение Аллаха, тот погибнет. И если кто-то решит, что счастье в том, чтобы дружить с таким-то человеком, или что счастье в знакомстве с такой-то женщиной, или в том, чтобы вместе сидеть с таким-то, или в том, чтобы получить высокий чин, Аллах накажет его на том пути, которому он последовал. Не помните ли вы, как в суре «Аль-Кахф» рассказал нам о Мусе? О Мусе, который сказал, он бросил себе вызов, сказав, что будет продолжать исполнять приказ Аллаха, пока не прибудет к Аль-Хидру. Что он сказал? Он сказал, я не остановлюсь, даже если потрачу на путешествия долгие годы, то есть многие и многие годы. И вместе с этим, когда прошло какое-то время, что он сказал? Муса, что же тебя утомило? Почему ты устал? Ты же сам дал обет Аллаху, что не будешь останавливаться. Так почему же ты остановился? Что тебя утомило? Кто задержал тебя? Знаете ли вы, что это было? Он приступил тот завет, который был между ним и Аллахом, потому что его рыба попала в море в нужном ему месте, а он пошел дальше. Когда он миновал то место, он начал уставать. Так же и я, ты брат и ты сестра. Если мы минуем пути истинного счастья, Аллах сделает так, что мы устанем посредством тех самых средств, которые мы использовали. Аллах сделает так, что ты устанешь от своей власти, от своего правления, от своего министерства, от своего богатства, от своей жены, от своих детей, от своей машины, от своего дома. Если ты решишь, что счастье во всем этом. Так же Аллах наслал усталость на любимого им мусу, когда тот миновал место, которым должен был остановиться. Как того хотел Аллах. И того, кто минует религиозные дороги счастья, Аллах накажет посредством тех средств и способов, которых он искал. И как много мы можем видеть людей, которые начинают страдать из-за своей одежды. Такой человек страдает, прежде чем ее наденем. Страдает, когда выходит в ней перед людьми, когда выбирает какой-то особенный ее цвет. Таково его наказание в Дунии. Аллах отвлек его этими незначительными вещами от истинного счастья. Как сказал Ибн Таймия. Он считает, или эта женщина считает, что счастье это тогда, когда она находит какой-то определенный макияж, определенный цвет, определенную одежду, определенную юбку, определенную абайю, определенную работу. А затем, после всего этого, она одевается, одевается, одевается. А потом, из-за всего одного слова, ее счастье рвется в клочья. Но если бы она привязалась к Аллаху, если бы этот юноша полностью привязался к Аллаху, он бы нашел счастье с Аллахом, не заплатив ни одного реала, не сделав ни одного шага. Он просто должен устремиться к Аллаху, даже если это будет на его молитвенном коврике, на том же самом месте, где он сейчас находится. Он обращается к Аллаху, стремится к Аллаху, любит Аллаха, возвеличивает Аллаха. Разве тот, чье сердце заполнилось, познанием Аллаха не будет счастлив? Счастье этого сердца в познании Аллаха, аззаваджаль. Несколько проповедников нашли врача, работающего в день по 18 часов. Они спросили его, почему ты работаешь 18 часов в день? Он ответил, если я не буду работать по 18 часов, я убью себя от тоски и забот, которые меня мучают. Поэтому я тружусь на этой работе, устаю, а потом сплю 6 часов, после чего возвращаюсь к работе. И если бы я так не делал, мне кажется, я бы убил сам себя. Его спросили, разве ты не ищешь счастья? Он ответил, к такому состоянию я пришел именно из-за своих поисков счастья. Они спросили, и как ты делал себя счастливым? Он ответил, так же, как и другие люди. Его спросили, как ты радовал свои глаза? Он ответил, я смотрел на зеленые поверхности. Они спросили, а как чувствует счастье твой нос? Он ответил, когда он вдыхает ароматы французских духов. Они спросили, а как счастье могут ощутить твои уши? Он ответил, слушай музыку. Тогда они сказали ему, есть один орган, и если он будет счастлив, то счастье также коснется и всех других твоих органов тела. Счастье ощутит и твое сердце, и твое душа, и тело, и мысли, и разум, и ты станешь одним из счастливейших людей. Он спросил, и что это за орган тела? И правда ли, что если я осчастливлю его, счастье перейдет даже к моим глазам, ушам и носу? Они ответили, да. Он спросил, и что это за орган? Они ответили, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело». То есть, если этот кусочек плоти будет счастлив, все тело будет счастливо, а если он запечалится, печаль охватит и все тело, и если он засмеется, все тело засмеется, а если он заплачет, заплачет все тело. Его спросили, «И что это?» Он ответил, «Это сердце. Этот кусочек плоти — это сердце. Осчастлив свое сердце, и тогда счастливы будут твои глаза. Осчастлив свое сердце, и счастлив будет твой нос. Осчастлив свое сердце, и счастливы будут твои уши. Осчастлив свое сердце, и счастливым будет твое время. Все твое время будет проходить в счастье. Счастлива станет душа и разум. Главное — осчастлив свое сердце». Он спросил, «А как я могу осчастливить свое сердце?» Они ответили, «Познакомь его с Аллахом, который сотворил его, снабдил его своими милостями с Аллахом, начинающим и возвращающим Аллахом, ан-насыром, с помощником с Аллахом, аль-вахидом аль-ахадом, ас-самадом с Аллахом, управителем всего сущего с Аллахом, который ближе к тебе, чем твоя яремная вена Аллах с тобой во всем, когда ты один Аллах с тобой, когда ты в обществе Аллах с тобой Аллах тот, кто хранит тебя тот, кто определяет ангелов для того, чтобы они защитили тебя и хранили Аллах тот, кто велел ангелам сделать сужуд перед тобой Аллах тот, кто постелил тебе рай своими руками Аллах, аз-заваджаль, это тот, кто наставил тебя на правильный путь тот, кто раскрыл твою грудь, кто раскрыл твои глаза заставил слышать твои уши заставил говорить твой язык разве ты его не любишь? И сердце того кафера раскрылось и он принял ислам, когда сердце познало его Господа мы хотим познакомить наши сердца с Аллахом нам не нужно искать счастье справа или слева если сердце познало своего Господа Оно будет счастливо, и счастье обретут также все остальные органы тела. Бедные люди этой дуньи, они искали счастье в путешествиях в Европу и Америку, смотрели на водопады и природу, после чего они возвращались из тех стран огорченными. Они искали счастье в богатстве, они накапливали богатство и умерли, будучи обеспокоенными и чем-то озабоченными. Они искали счастье в одежде, покупали одежду, расстраивались, когда обнаружили, что она им коротка, сгорела или пуговица оторвалась. Все это радость, а не счастье. Это мнимая радость, это фиктивное счастье. Что касается настоящего счастья, то это когда мы заняты служением Аллаху. Когда мы вместе с Аллахом, клянусь Аллахом, даже если у тебя в этой дуньи нет никаких поводов для счастья, клянусь Аллахом, даже если в этой дуньи у тебя нет ничего, что могло бы привести к счастью, ты будешь счастливейшим из создания Аллаха. Разве вы не помните нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Он был в пещере, среди змей и скорпионов, и вместе с этим он говорил. Аллаху Акбар, я в пещере, среди змей и скорпионов, и говорю, не скорби, да. Потому что сердце привязано к Аллаху и не скорбит, даже если мы в пещере. Сегодня у нас есть дворцы, а мы все скорбим да грустим. У нас дома, но мы в печали, у нас жены и дети, но мы расстраиваемся. Мы живем в безопасности, но печалимся. У нас есть богатство, но мы печалимся. Пророк, когда благословит его Аллах и приветствует, изгнали из Мекки, выгнали его. Он в пещере, под ним скорпионы, а сбоку от него змеи. Рядом с ним находится его друг Абубакр, и он говорит ему, Почему? Правильно, наши дети сейчас не с нами, наши жены не с нами. У нас нет наших денег, нет даже нашей свободы, но... Если Аллах с нами, это и есть настоящее счастье, Абубакр. Не обязательно, чтобы со мной должна была быть моя жена и дети. Главное, чтобы был со мной Аллах. Вот Муса, перед ним море, а сзади фараон. Но, несмотря на все это, он не печалился. Что он сказал? Пока мой Господь со мной, никаких проблем нет. Нет ни страха, ни переживаний, ни печали, ни скорби, ни бессонницы по ночам, ни страха от долгов, ни страха перед людьми, ни страха перед человечеством, ни страха смерти, ни страха болезни. Аллах со мной. Если с нами, Аллах, нечего переживать, это невозможно, чтобы кто-то, с кем Аллах, страдал от бессонницы ночью. Это невозможно, чтобы Аллах был с тобой, а ты не спал по ночам от переживаний и печали. Это невозможно. Вот Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. У него нет денег. На живот он привязывает себе два камня от голода. Жена Хадиджа умерла. Невзирая на все это, когда он познал, что Аллах с ним, и что Аллах сделал ему, он вознес его до седьмых небес, оказав ему тем самым почет. Даже если Хадиджа и умерла, Мухаммад, Аллах с тобой. Он взял его на небеса, чтобы он понял, что Аллах с ним. Нет божества, кроме Аллаха. Привяжи свое сердце к Аллаху, аззаваджаль. Любую вещь может сделать Аллах. Аллах может решить любую проблему. Он излечивает болезни, избавляет от бед и несчастья, устраняет печали, помогает преодолеть трудное положение, развеивает печали. Если Аллах со мной, все тогда. Вопрос закрыт. Я ощущаю вечное, постоянное и полное счастье в Дуне и в Ахирате, как его ощущал Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Хотя у него был дом, потолок в котором был настолько низким, что когда он хотел зайти, он должен был наклонять свою голову, да благословит его Аллах и приветствует. Он склонял голову от того, насколько низким был его дом. Но он был счастлив в своей маленькой комнате. Когда он хотел совершить земной поклон, он касался ноги Аиши, чтобы она убрала ноги. И он прикоснулся лбом к тому месту, где до этого были ее ноги. Комната была очень узкой. И он был счастливейшим человеком в мире. Да благословит его Аллах и приветствует. Где он нашел счастье? С Аллахом. В близости к Аллаху. В стремлении к Аллаху. Он говорил своей жене, находясь в своей узкой комнате, дай мне поклониться моему Господу, дай мне поклониться моему Господу, Аиша. Он хотел общаться со своим любимым, хотел обратиться к своему Всевышнему Господину. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, чувствовал счастье. И тогда, когда его изгнали из Мекки, он чувствовал счастье, находясь между Меккой и Мединой. Он был счастлив, будучи в Медине, в окружении иудеев, бедуинов, лицемеров и курайшитов. Четыре армии осадили Мухаммада, но он ощущал счастье. Он беседовал со своим Господом, оставался с Аллахом, он проводил ночи в намазе. Стоя перед Аллахом, зная, что иудеи замышляют против него зло, бедуины строят против него козни, лицемеры хотят его убить, а курайшиты настраивают других против него да благословит его Аллах и приветствует. С кем он нашел счастье? С Аллахом, а не с чем-то мерзким. О, ищущий счастье, о, ищущая счастье, свяжите свои сердца с Аллахом. Воистину, Аллах сделал так, что все счастье связано с Аллахом, субханаху ва та'аля. Мой Господь, аз-за-ваджаль, сказал. О, Аллах, утешь наши сердца поминанием тебя. Сердца верующих людей с Аллахом. Когда они утешаются? Когда поминают Аллаха. Когда они поминают Аллаха, они утешаются. Они не переживают. Аллах дал им это чувство спокойствия из-за их веры, из-за их убежденности, из-за их привязанности к Аллаху, аз-за-ваджаль, веры в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников, судный день и в предопределении всего хорошего и плохого. Они привязаны к Аллаху всеми столпами имана, как будто бы они видят сокровенное собственными глазами, как будто бы они видят рай и ад, мизан, весы, сират и Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, видят рай и его наслаждение, видят ад и огонь в нем. Они словно видят сокровенное. Это и есть якин, убежденность. Из-за этой убежденности Аллах, аз-за-ваджаль, даровал спокойствие их сердцам и осчастливил их. Они деньгами, куфары из числа курайшитов, имели богатство и силу, но вместе с этим они били себя в грудь из страха перед Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. А Мухаммад был изгнан из Мекки, но получил безопасность от Господа миров. Он, салли Аллаху алейхи вассалям, выходил в поход, Тальха, хотел охранять его, и он сказал, Тальха, уходи от меня. Воистину, Аллах сказал мне, Аллах защитит тебя от людей, Аллах защитит меня. Все, оставь меня. Оставьте это дело Аллаху, да благословит его Аллах и приветствует. Оставьте это дело Аллаху, аз-за-ваджаль. Так его сердце оставалось привязанным к Аллаху, братья мои. Мы найдем счастье только в этой привязанности. Клянусь Аллахом, то, что поражает нас сегодня, эти печали, которые нас отвлекают, и заботы, которые причиняют беспокойство, клянусь Аллахом, это пылинка по сравнению с тем, что постигла Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Его постигали беды и несчастья. Гораздо больше, чем все наши беды. Но несмотря на это, он был одним из счастливейших людей. Да благословит его Аллах и приветствует. Причина была в том, что его сердце было привязано к Аллаху, а наши сердца привязаны к мирскому. Как мы понравимся людям, как нам подойти к людям, как люди дадут нам счастье, как они дадут нам повод для счастья. Мы привязались к людям, и Аллах наказал нас ими. И если какой-то человек будет уповать на кого-либо другого помимо Аллаха, Аллах сделает его покровителем и уполномоченным для того человека. Но владеют ли они нашими сердцами, чтобы дать нам счастье? Владеют ли они нашими сердцами, чтобы принести нам довольство? Они не владеют ничем из этого. Если мы хотим счастья, давайте ознакомимся с господством Аллаха и будем им довольны. Будь доволен господством Аллаха. Будь доволен тем, что тебе предписал Аллах. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто скажет, доволен я Аллахом как Господом, Исламом как религией, и Мухаммадом, саля Аллаху алейхи вассалям, как пророком и посланником, Аллах дарует ему довольство. Аллах сделает тебя довольным, аззаваджаль. Аллах сделает тебя довольным, Аллах аззаваджаль, обязательно сделает тебя довольным. Когда? Когда ты будешь доволен предопределением Аллаха. Будешь доволен Его господством. Господство Аллаха, то есть деяние Аллаха. Если ты будешь доволен его господством, ты сделал меня бедным, я доволен этим, потому что ты избрал для меня бедность, только потому, что бедность для меня лучше, чем богатство. Ты сделал меня больным, я доволен этим у Аллаха, потому что ты избрал для меня эту болезнь, и ты избрал для меня только то, в чем для меня будет благо. Я доволен всем предопределением Аллаха для меня, и тогда Аллах, аззавачаль, сделает тебя довольным. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и кто будет доволен, тому будет довольство. Он будет счастлив, будет спокоен, не будет переживать и страдать от бессонницы по ночам. Он спит так, словно владеет всей дуньей, полностью. Хотя его постигли разные болезни. У него есть свои проблемы и заботы. Дети умерли, они с женой расстались. Но он сказал, я доволен твоим предопределением, о Аллах. И верующий человек бывает доволен тяжелым предопределением Аллаха. Но он не может быть доволен куфром и грехом, потому что Аллах не доволен куфром для своих рабов. Воистину, причины счастья в том, чтобы мы привязали наши сердца к Ахирату. И тогда Аллах дарует нам счастье в этой дуньи. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Того, кто сделает все заботы одной заботой, то есть заботой о загробной жизни, Аллах избавит от мирских забот. Аллах избавит его от всего в этой дуньи. От его переживаний в дуньи, от его бессонницы в дуньи. Аллах избавит тебя от забот дуньи, если ты займешься Ахиратом. Того, кто сделает все заботы одной заботой, то есть заботой о загробной жизни, Аллах избавит от забот в дуньи. Чье же внимание будет рассеяно между мирскими заботами, такой человек будет постоянно озабочен. И тем, и этим он должен ублажить короля, эмира, министра, грешника или праведника. Каждому он должен давать какие-то свои деньги. И Аллах, аззаваджаль, накажет его всем этим. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Чье внимание будет рассеяно между мирскими заботами, тот лишит себя божественного внимания. И Аллаху неинтересно будет даже то, где и как он умрет. Такой человек не имеет веса перед Аллахом. Дунья мучает его. Он мучается даже от муравья. Не может спать ночью, если увидит муравья. Он мучается от своей одежды, от машины, от воздуха, от погоды. Аллах наказывает его всем. Аллах не обращает на него внимания, потому что он смотрит на кого-то иного помимо Аллаха, сделай религию своей главной заботой. И Аллах дарует тебе счастье в этой дунье. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, у кого главной заботой станет его Ахират, Дунья его не заботит. Когда Ахират будет его заботой, Аллах даст ему три карамата. Аллах объединит его, наполнит его сердце чувством достатка, и богатства этого мира придут к нему, даже если он не желает их. Аллах даст тебе счастье, безопасность, объединит твое сердце, душу, тело, семью, разум, мысли и сделает так, что ты будешь пребывать в полнейшем счастье. Почему? Потому что ты сделал своей главной заботой будущую жизнь. Пусть тот, кто хочет счастья, покается Аллаху. Аллах, аззаваджаль, уважаемые братья, радуется твоему покаянию. Если ты покаешься, он осчастливит тебя, потому что ты обрадовал его. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах больше всего радуется покаянию одного из вас. Аллах радуется. Аллах радуется моему покаянию? Он даст радость и мне? Да, принесет радость и мне, аззаваджаль. Если ты хочешь счастья, знай, что оно не в торговых объединениях, не перед экраном, не в фильмах, не в одежде, не в путешествиях. Оно в том, что ты совершаешь свои деяния, желая достичь довольства Аллаха. К ним относится и то, что ты по-доброму относишься к его творениям ради лека Аллаха. Аллах осчастливит тебя из-за этого. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах помогает своему верующему рабу до тех пор, пока его раб помогает своему брату. Если ты помогаешь своему отцу, Аллах даст тебе счастье. Помогаешь матери, Аллах дарует тебе счастье. Помогаешь своим братьям, Аллах осчастливит тебя. Помогаешь своим сестрам, Аллах осчастливит тебя. Помогаешь своему соседу, Аллах осчастливит тебя. Ты помогаешь кому-либо из мусульман, того, кого ты не знаешь, и Аллах отдаст тебе счастье. Аллах помогает своему верующему рабу. Аллах будет мне помогать, а я при этом буду переживать за свои проблемы? Это невозможно. Аллах помогает до тех пор, пока раб помогает своему брату. Аллах, аз-за-ваджаль, говорит И какой будет результат? Если ты оказал честь какому-либо из твоих братьев-мусульман, подвинулся и усадил его рядом с собой, Аллах раскроет твою грудь. Он поместит счастье в твое сердце и раскроет его. Не будет ни печалей, ни забот. Ты счастлив, радостен, спокоен и доволен. И все из-за того, что ты подвинулся, чтобы он сел. Так что будет, если ты дашь ему денег? Что будет, если ты подаришь ему какой-нибудь подарок? Что будет, если ты призовешь его к благу? Что будет, если ты сделаешь его одним из молящихся? Что будет, если ты окажешь ему почет, улыбнувшись? Даже просто из-за того, что ты уступил ему место, Аллах раскрывает твое сердце и дарует тебе радость. Так что будет, если ты дашь ему нечто, что сделает его счастливым? Тогда и Аллах даст тебе счастье. Пусть тот, кто желает счастья, знает, что оно у Аллаха. И мы можем достичь его только путем Аллаха. О, ищущие счастье! Ищите его в одном направлении. На пути, который приводит к Аллаху, аззаваджаль. Тогда ты получишь счастье в Дунии и в Ахирате. И мирские заботы не будут печалить нас, отдаляя от нас счастье здесь и там. Заблудились люди, которые искали счастье, но не нашли его. Поэтому в скандинавских странах сейчас самый большой процент самоубийств. Хотя это очень богатые страны, но несмотря на все это, они убивают самих себя. Они не находят счастье в мирском, которое они так долго собирали и накапливали. Воистину, счастье только с Аллахом. О, Аллах, даруй нам счастье в Дунии и в Ахирате. О, Аллах, даруй нам счастье в Дунии и в Ахирате. О, Аллах, сделай нас из числа счастливых. О, Аллах, дай нам вкусить сладость веры. О, Аллах, дай нам ощутить сладость веры. О, Аллах, дай нам почувствовать сладость веры. О, Аллах, направь нас к благочестию и богобоязненности. О, Аллах, исправь то, что между нами и тобой. И наполни то, что между нами и тобой, нашей покорностью. Сделай нас из числа твоих любимых рабов и авлия. О Аллах, упомяни нас в высшем обществе ангелов О Аллах, сделай нас из числа тех, чьи имена ты написал в Фердаусе О Аллах, не доверяй нас нам самим даже на мгновение О Аллах, сделай так, чтобы мы не отвлекались от тебя на что-то другое И займи нас с тобой за счет других О Аллах, о обладатель величия и великодушия Мы просим тебя забрать наши души только тогда, когда ты будешь доволен нами И умертвить нас только тогда, когда ты захочешь встретиться с нами И сделай наши могилы лучше, чем все наши дома в этой дуне, в которых мы жили О Аллах, о обладатель величия и великодушия О обладатель милости и достоинства Мы просим тебя ввести счастье и радость в сердца всех верующих мужчин и женщин в эту ночь О слышащие мольбы О Аллах, даруй счастье нашим верующим братьям по всей земле О Аллах, даруй им счастье в Палестине О счастлив людей Шама, жителей Ирака, Бирмы О счастлив наших пленных и несправедливо угнетенных братьев по всей земле О Аллах, Господь наш, Господин и Покровитель, Создатель наш Дарующий нам средства к существованию, управляющий нашими делами Мы просим тебя, О Аллах, о том, чтобы мы встали с этого места Только после того, как ты даруешь нам счастье, после которого мы никогда не будем страдать О Аллах, благослови Мухаммада и его семью О Аллах, благослови Мухаммада и его семью